Казань Которые захотят их повторить На самом деле день уже прекрасен Просто потому, что ты первый, кто назвал мою фамилию правильно Солнышко светит Казань встречает нас радостно Что? Опять не туда? Академия крепежа все-таки Ага Я тут заметил, тут есть два конкурирующих заведения Академия крепежа и исцеление Что? А, вот он! Вот так выглядит вход В бар релап Чтобы попасть, нужно потерять вутерку Ты посмотри, какая вывеска Где вывеска? Вот, посмотри, какая вывеска Жалко у нас А ты говорил, что они над людьми издеваются Нет Институт миксологических наук И вот Сюда приехал на выступление Профессор Тьма тьмущая Какой интеллигентный бар Читает книжки Парни, привет! Итак, Мальвей, момент Доехали жидкости Что за жидкости? Это уже не принципиально Сяропа, шрава, уже не принципиально Валент Это победа Так, порошки не снимай Я, говорит, немножко с собой взял Мет сейчас в чемодане Вот так мы и познакомились Точнее, знакомство было чуть раньше Мы снимали, как Виталий делает фихули Вот это фихули Виталий Виталий это единственный пока бармен Который сумел два раза выиграть российский финал Довольно важного барменского конкурса Диаджо Резерв Голд Класс На мировых финалах он выступил не так удачно Но победа в России, кроме почета Означает и то, что Виталий отправился в путешествие по стране Ради мастер-классов Потому что конкурс Это не только для наград Но и для барменского обучения Ну и заодно Виталий устраивал гест-бартендинги В переводе на обычный язык Гастроли Он становился за стойки разных баров И готовил свои коктейли И так мы объездили с Виталием шесть городов Гастроли 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 Это понятно, но повар-то имеет дело с продуктами, которые могут быть разного качества каждый раз. А у тебя алкоголь, он стандартный. Ну да. Если ты добавишь столько до того, столько до того, то вкус должен быть тоже вроде бы стандартный. Ну, по идее, да? У нас сюда может что-то пойти не так. Для подстраховки, то есть. А? Для подстраховки. Конечно. Просто пробуй, потому что лимончало другая, еще что-то. Лимончало здешнее? Мне кажется, вполне достойно. Собственно, когда мы говорим про шейк. Ананасовый или анисовый? Он с абсцентом. Ананас с абсцентом. Собственно, у тебя лед должен вращаться в двух плоскостях. Это раз, то есть он ходит по кругу. И второй раз ты его подкручиваешь. Соответственно, он у тебя вращается как так, так и так. И получается, лед отбивается со всех сторон. И в чем, на самом деле, правильный принцип? Многие делают долбежку вниз. То есть прикладывают усилия. Но самое эффективное наше движение, которое мы приучили с детства. Если ты суешь палец в розетку, и он тебя ударяет, ты эффективно дергаешь назад. Соответственно, здесь я не работаю вообще этой рукой. То есть вниз я делаю только вверх. Соответственно, я только подкидываю. Я кручу его по-всякому. Собственно, да, если рассмотреть лед. Смотри, видишь, да, со всех сторон оббитый. И процентом потери, да, там, снега, долюции, да, то есть это примерно, если мы растопим, у нас получится миллилитров 30 воды. Соответственно, как и нужно. Правильная долюция, правильное охлаждение. Вот, и если ты рассмотришь сам кубик, то он у тебя получается отбит со всех сторон. Нет такого, что он где-то в одном месте раздолблен. То есть, видишь, под всеми углами. Ну, все равно и есть принцип правильного шейка. Типа 30 миллилитров воды, это как раз то, что нужно, чтобы... Ну, да, тут сейчас, например, у меня в баре, в спайсе, мы делаем коктейли заранее, заготавливаем некоторые. И благодаря этому, ну, просто разломим водой, помещаем в морозилку, все, что нужно достать, налить. Соответственно, у тебя уже идеальная пропорция, идеальная температура, и, как бы, всегда продукт стабилен. А кто у тебя был главным учителем? Главным учителем? У меня его как такового не было никогда. Как-то сам. Сам? Ну, ты же все равно кого-то равнялся или нет? Или ты... Да, нет, наверное, больше какие-то книги, саморазвитие. Ну, и взаимопомощь, там, коллег. Ага. Вот и все. Ну, вообще, если там говорить о каком-то идеальном бармане, который мне импонирует, это Эрик Лоренс. Собственно, элегантность, выдержанность, четкость. Где бы я ни пробовал напитки, это были напитки лучшего баланса. То есть, ну, как-то объяснить. Например, я попробовал, через два года увидел его вновь, пробую там еще где-то напитки, и они мне не присутствуют удивлять. То есть, это человек, чьи коктейли просто, ну, удивляют меня постоянно. Эрик молодец. Эрик Лоренс – это бармен рондонского лотерия «Савод». Да-да-да, шеф. Ну, и, соответственно, чемпион воркласса. А что дает конкурс? Нужен ли барменам конкурс? Да, конечно. Для чего? Это заставляет тебя двигаться, поднимать свою жопу, читать книги. Ты находишься в постоянной динамике, в стрессе. То есть, все там два моих финала воркласса дали мне просто колоссальный толчок. То есть, там я за два месяца развивался настолько, сколько бы я в обычном режиме развелся год. А здесь есть мало времени, есть задачи, и ты просто возишь, 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 возишь. Это круто. Ну, и при этом любые конкурсы, да, если ты их выиграешь, это путешествия. За все это время я уже объездил, ну, в достаточное количество стран. Например, первый воркласс дал мне понять, извиняюсь за выражение, какой я еще... Соответственно, и второй воркласс дал мне понять то же самое. Это просто дает тебе понимание того, что, чувак, ты еще никто, и давай, давай, пошли, пошли, работай, работай. И ты вроде как бы устал, и после конкурса весь выжатый, но ты настолько заряжен внутренне, что тебе прям, блин, я не до следующего вот этого, вот этого и вот этого. Вот и все. Ну, а вот она, например, для чего нужно придумывать такие вот... Все равно вот ты сейчас делаешь, да, ты делаешь перед выступлением... Вот, например, возьмем стакан или бокал с восковым ободком, да? Вот у тебя в баре в Москве тоже ставятся такие заготовки? Сразу на вечер готовятся тысячи этих, или там сколько там, сто бокалов в воске, или как? Ну, почему? Смотри, если у тебя комплексная коктейльная карта, ты все равно просчитываешь примерный вкус у людей, ты смотришь, какие гости к тебе ходят. То есть ты понимаешь, что если это девушки, то будет больше продаваться вот таких коктейлей, для мужчин вот такие, то есть ты заранее просчитываешь, смотришь, и все равно как бы... Ну, как-то объяснить, то есть посмотри, приезжает какой-то шеф с гастроями, и он говорит, я готовлю вот это вот определенное блюдо, подготавливает под него заготовки, если заготовки эти закончились, то как бы, извините, ребят, вы не успели. Есть такая же история, что да, это может быть имеет какой-то предел, лимит, что невозможно подготовиться ко всему, да, ты не знаешь, что вот сегодня там пройдет две бутылки джина или три бутылки рома, но есть примерные ограничения, да, в голове. Если ты понимаешь, что не справляется, соответственно, ты выводишь человека, который стоит делать эти заготовки уже во время процесса, кто занимается процессами этим, вот и все, то есть, ну... Ну, стоит ли игра, в данном случае буквально свеч, стоит ли заморачиваться делать восковые ободки, когда можно обойтись вот обычным кристальным бокалом? Я считаю, что... я считаю, что да, то есть, ну, давай просто сейчас даже на тебе, на самом проверим, сделаем этот напиток и получат ли ты ощущения какие-то интересные. То есть, это как бы дополнительные... как это называется? Создание... Вообще, это называется сенсория. Прибавочная стоимость коктейля. Это не просто... ты делаешь напиток интереснее. Да, я выхожу чуть за рамки просто напитка, и здесь уже хочется... Здесь не смысл в том, что ты выпендриваешься чем-то, да, типа... Типа, на хрена ты воск берешь? А я объясняю, что... ну, смотрите, моя концепция раскрыть, ну, например, да, там, gold label, его медовые оттенки. Соответственно, я взял тематику меда. Что такое мед? Это густая субстанция, сладкая. Соответственно, я делал такой же напиток с такой же текстурой. При этом самый вкусный мед, он сотый. Поэтому, когда ты подносишь ко рту или держишь в руках, ты ощущаешь, как будто ты держишь сотый, не напиток. То есть, мысленно ты можешь... Естественно, ты, конечно, держишь стакан, но мысленно ты можешь счесть совершенно другое. Соответственно, после этого берется меха, окуривается, и ты видишь, как будто процесс, да, отгоняются пчелы. То есть, ну, все это, как бы, в твоем воображении. Если ты не можешь это представить, то никакой коктейль, никакое оснащение напитка тебе не поможет. Ну, да-да-да, как долго это работает? Вот, допустим, человек пришел, он никогда такого не пробовал. Попробовал, его окурили дымом ароматным, он почувствовал медовость виски благодаря воску. А второй раз придет, пробует то же самое. По-моему, почему? Потому что там олд-фэшн, например, приходишь, тебе делают хороший просто олд-фэшн, ты не отвлекаешься на... Ну, ты смотришь на, как играет цвет на гранях, и все. И как бы больше ничего не отвлекает. Ну, тот же смысл в том, что все, что я делаю, я делаю не ради того, чтобы сказать, «Привет, чувак, смотри, какие классные дринки делаю». Это я делаю для того, чтобы ты получил удовольствие. Соответственно, я заморачиваюсь больше, я трачу больше своего времени просто для того, чтобы ты больше ощутил чего-то, ты что-то понял. Вся моя работа строится, на самом деле, ну, вот, на гости. Если нет гостей, нет меня. Не как профессионала, не как работника, не как... Люди приходят просто пить скучно. Просто пить ты можешь дома. В бар ты приходишь за впечатлениями, за ощущениями. Я считаю, что это главное. Ну, все почему-то относятся, что профессия бармена на такой некий типа, «Да ты неудачник просто, мне отучился, еще что-то». Но, между прочим, у большинства барменов есть по одному, даже по два образования. Начинают юристы, врачи. Я менеджер социально-культурной досуговой деятельности. Я закончил в факультете, да, культур и искусств. Поэтому, ну, соответственно, это та же роль, да? Да, только еще с более углубленным в алкоголь. Потому что я пробовал себя в своей профессии, я понял, что, блин, не суп, а интересно. Ну, да, мероприятие организовывал. Работал в детском доме творчества. Давал кружок, кружок делал? Я больше занимался детьми в лагере, там какие-то программы им прописывал, развивающие какие-то игры. Но это больше, да, была практика в университете. И я для себя понял, что, ну, блин, это не очень интересно. Хочется все-таки чего такого, потому что драйва и интереса. Пока учился, начал работать официантом, потом перешел в бар, это было интересно. После этого закончил, такой, думаю, блин, смотрел какие-то видосы в интернете, думаю, бармены путешествуют, развиваются, это круто. Поехал в Питер пожить, потому что я думал, там, Финский залив, рядом выход в Европу, я буду путешествовать в Питере. Приехал, мне хватило на три месяца, сказал, да, к черту этот город просто. Каналей тут жить невозможно просто. Я из Сибири приехал, такой, нет, здесь холодно, чуваки. То есть Сибирь, это как бы, ну, суровый мужской мороз, а здесь какой-то прям такой, он хитренький. Ты вроде сколько ни оденься, Романа, такой, я доберусь. И такой, я щекотит. Вот, соответственно, я вернулся обратно себя в Омск и собрал силами, через полгода рванул в Москву. На самом деле, не супер представлял, что я прям буду барменом-барменом, потому что вроде эта идея стала отходить, и я просто думал, где еще добиться в какой-то профессии, чтобы много путешествовать. Но потом начала строиться карьера бармена в Москве. Не сразу, конечно, там были времена очень тяжелые, когда там весь в долгах, питаешься непонятно чем, не знаю, макаронами за 10 рублей на двоих. Вот, но все эти времена как-то пересилились, дальше больше, дальше больше, и как-то все начало складываться, и вот сейчас, собственно, я дорос до того, что через пять лет в Москве я уже управляю пятью заведениями, и я дважды чемпион в России. То есть, ну, главное не сдаваться и верить в свои силы, верить в свою идею. И если ты не веришь, то ничего не получится. Работа бармена – это, скажем так, устроить вам добрейший вечерочек. То есть, сделать так, чтобы вам было весело сегодня и безболезненно на следующее утро. Сделать вкусный коктейль – это важно, но важнее сделать их много и быстро, и так, чтобы они все были хороши. Вот пример того, как Виталий, как говорят бармены, раскидывает запах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А после работы бармены тоже часто отдыхают в барах. И, что интересно, чаще пьют не коктейли, а пиво. Не сливается ли у тебя еще все города в один? Есть маленько, но, как бы, я не знаю. Я в том, что мне временами в Екатеринбурге казалось, что я в Казани. Серьезно? Хотя вроде и... Может, третий стакан? Да. Нет никого больше. Давайте начнем. Всем привет для начала. Я Виталик. Собственно, приехал к вам в гости. Наверное, это больше не мастер-класс, а такая будет некая беседа, да. Вообще, я у себя в баре... Это Ростов-на-Дону. Свои путешествия с мастер-классами Виталик совершал по выходным, а ритм жизни у него довольно плотный. Он барменеджер сразу нескольких заведений компании Funny Family. Для них, помимо такой общей организаторской работы, надо регулярно придумывать меню с новыми коктейлями. По 4-5 на каждое. Мастер-классы – важная часть барменского образования. С их помощью по разным городам довольно быстро распространяются новые знания. В Москве мастер-классы приезжих барменных звезд уже практически никого не удивляют, но в регионах пока все иначе. В Ростове было особенно многолюбно. Да, ну и на самом деле очень круто, что у нас изменилось отношение к барменам сейчас уже во многом, потому что раньше бармен тоже, это кто были в основном студенты, а сейчас уже, ну, я больше чем уверен, что здесь бармены осознанно работают, да, за баром. Мы пытались, но возвращались. Я тоже, кстати, пытался. Но вернулся. Все вы думали. Да, да, да. Панк в области, наверное. Не-не-не, настройка. Он понял, пыль не моя, мне больше нравится быть сытым, пьяным и чистым. Ну, мне просто скучно. Допустим, в офисе я бы не смог работать вообще никак. То есть вообще заниматься вот этим вот мужем какой-то одной историей мне неинтересно просто. Ну, Джемисон, он сам себя продает, я говорю, мне как бы на насрать. Так в том и дело, то, что мы позволили... Люди не придут ко мне за Джемисоном. Ну, то есть в чем принцип? Мы отдаем... Да, смотри, в том и дело, позвали уменьшить себестоимость карты там. Это там, а плюс сегмент, неинтересно. У них средний ценник на коктейль составили 1200 рублей. А никто ж... Берут, там пофиг, Маргарита на... Пепелопис, что ты понимал, стоит 680 рублей. 680 рублей на гушмелсиклассик. Маргарита, обычная 1200. Маргарита, да. Куантроп и Пепелопис, клубничная, 1200, ее все едят. Позвали нас, поставили коктейльную карту, 380 рублей любой коктейль. Алкоголь хороший, там, начиная от Сен-Жермена, там, Бенедиктина и все остальное. Но что приходит новый директор и говорит, наливать может обезьяна. Спасибо, неинтересно. И возвращаемся к потокам махалам за 1250 рублей. А это называется, брат, работа с возражениями. Все очень просто. Вы же понимаете, что... Вот я в свое время понял одну вещь, что разговоры с владельцами, директорами, учредителями, это как поход к психологу. Либо ты его, либо он тебя. Тут варианта другого нет. Ты либо побеждаешь, либо ты не побеждаешь. Но просто ты пойми, что с точки зрения его, он рассматривает бизнес не как там... Классный продукт, с цифрами. Цифры. Как Пепельник Маргарит, по приблизительным подсчетам, он 25% к выручке летом делал. Просто на коктейлях. У нас не было позиции виски, кола и крепкий алкоголь. Значит, вы это так криво аргументировали в итоге. Мне очень приятно стало. Я вот... В наших российских городах начинают появляться бары, которые открывают сами ребята, да. Артур вообще один из самых первых барменов Ростова, насколько я знаю. Ну, давно его знаю достаточно. И когда я был два года назад, у меня было тоже турне, когда я первый раз выиграл. И вот свой бар, в котором мы были, он был у него в голове. А сейчас я уже приехал, и он реализовал это. Я считаю, это достаточно круто. А ты вот сейчас в Москве стоишь за барной стойкой? Я встаю только по звонку, скажем так. То есть когда надо? Ну да, ребята мне звонят, зайдем в гости, я приезжаю. То есть бывали очень частные моменты, что я там дома сижу, ребята пишут там или звонят, мы хотим зайти. Еду из дома домой, встаю за стойкой просто, чтобы сделать своим гостям хорошо. То есть для меня мои гости, которые там ходят до сих пор ко мне, да, иногда они очень важны. То есть я не теряю их. Я люблю стоять за стойкой на самом деле, просто, наверное, в заведениях, в которых сейчас работаю, это рестораны. И как бы стоять за стойкой, просто стоять. А мне хочется все-таки работать с гостями, еще с чем-то. Почему ты тогда работаешь в таком низке, в ресторан с баром, а не просто чистый бар? Ну, я там когда-то начал работать в Фанни Кабани старшим барменом, потом дорос до барменеджера. Сейчас компания развивается, скрывает много заведений. И, как бы, ну, наверное, я, во-первых, это, конечно, зарплата. То есть, ну, чего кривить душой, да, потому что большое количество заведений нормально платят. Другая история, это что я бы сейчас пошел бы даже работать в Чихайну, не обламываясь, потому что туда ходит очень много людей, и я смогу качественно их поить, скажем так. Ну, я не отношусь к тому, что там какие-то барохорожки-то плохие. Есть просто заведение, я просто там работаю. Я просто делаю напитки, я просто делаю свою работу. Я ремесленник, я бармен. А чем отличается работа бармена от работы барменов? Что это? Управленческие, какие-то функции, что они тебя требуют? Ну, во-первых, это хорошие контракты за понижение себестоимости. С поставщиками. Да. С компаниями также. Это обучение персонала. Это работа с руководством, потому что, к сожалению, у нас в стране не принято уважать труд. людей в ресторанном бизнесе, поэтому это, ну, целые баталии происходят порой. Это российская действительность. В большинстве случаев происходит так, что человек дает деньги и все вокруг него пляшут. То есть, как, да, происходит, например, бизнес с границей, вот опять же, на мое мнение. Человек дает деньги, сидит и говорит, где мои деньги, возвращайте мне деньги. А у нас человек дает деньги, сам лезет туда, сам все перевернет с ног на голову и, как бы, нанимаешь людей, ставишь перед ними задачи, они должны их выполнять. Я считаю, это правильно. Какое такое неумение нелегировать? Тут, наверное, больше... Кому подаешь деньги? Где-то недоверие, где-то самодурство бывает у кого-то. Ну, мотивы разные. Если бы я стоял сейчас до сих пор просто за стойкой, мне бы это уже наскучило, я бы это разлюбил. А сейчас, когда я встаю за стойку, да, я встаю за стойку, для меня это разнообразие моей работы и я получаю невероятное удовольствие от этого. Суровый ростовский вакууматор из скрепок и скотча. Субтитры создавал DimaTorzok и 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 субтитры создавал DimaTorzok 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 Большая тема, наверное, для известности, некой лидийности. Респект людей. Это выбивает тебя из зоны комфорта, для того, чтобы получить опыт. Если мы говорим о победе в национальном этапе, то это, естественно, это возможность представлять свою страну на международной арене. Это невероятный опыт. Приходится читать литературу. Известность. Это развитие, саморазвитие. Ты можешь поменять свою жизнь на раз-два. Это лишний раз подвергнуть себя стрессовой ситуации. Все мы любим себя. И когда ты выиграешь конкурс, естественно, это признание индустрии. Если я выиграю глобальный финал, то я повешу бутсы на крючочек, как говорится, и съезжу в кругоседренное путешествие. Этого парня вы еще увидите. Ты зачем это делаешь? Что? Ворби. Я хочу тебя спросить. Ворби. Не затрахал, блядь? Я же еще ездил по старым годам. Не затрахался, честно. Я уже все, я просто вставаю в шестой день подряд в девять утра. Подумал, да ну это нахрен себя. Ты в девять встал? Добрался до полчаса? Даже за двадцать минут? А я в восемь встал. Мой твой... Я сказал, девять в восемь утра. А заснул? Ну, в полчетвертого я домой приехал, поел пока. Это бар Шоуми, спикизи, то есть тайный бар, куда можно попасть только по рекомендации, по звонку, по паролю. Это способ привлечь только ту публику, которая подходит бару по атмосфере. Таких баров сейчас и в мире, и в России довольно много. А это бар Фрэнки. Сюда пускают всех, но сама атмосфера классического американского бара создает нужное настроение. Сюда не идут ради дискотеки, здесь все для просто. Следующим пунктом гастролей должен был встать Новосибирск, но в Нижнем мы решили, что заедем еще и в Омск, на родину Виталика. По сибирским меркам Омск, как в Новосибирске, совсем рядом. Куда бы ты хотел вернуться, если я к месту уже не удастся? Мне очень понравился свой бар в Ростове, здесь не понравился, я уверен, что еще будет круто в Фрэнке сегодня, потому что я зашел, мне понравилась атмосфера, мне нравятся люди, которые там работают. И в Красноярске было неплохо, в Дэнни Хорс, там просто было как-то весело, у Гарна, все ребята такие классные. КОНЕЦ СУМЕЛЯ редкий случай виталик сам готовит застойкой в москве это презентация барного меню спайсис это одно из мест где утверждается сравнительно новая тенденция коктейли как часть гастрономии коктейли как прямой конкурент вина за звание главного напитка парного единиц друзья всем здравствуйте как настроение куда всех то это у кости налито самом деле невероятно удивлён что сегодня собралось столько народу безумно приятно очень круто раз всех вас приветствует нашим арестабаре спайсис коротко о том да что мы будем сегодня делать сейчас я немного расскажу наше меню а то чем занимаемся потом немного попробуем выпьем дальше опять что-то посмотрим опять попробуем опять выпьем поэтому я думаю сегодня все уйдут довольны немного пьяники главное что с положительными эмоциями но действительно ли коктейли способны заменить вино 20 минут лицо в лицо как часто ты пьешь коктейли виталия ты лучше спроси меня как часто я не пью да не на самом деле виталик когда что-то делает как и мы что-то новое производит каждый день или через день и мы он дает нам пробовать это всегда если мы какие-то делаем наработки мы естественно угощаем его мы честно говоря практически совместно ищем какие-то крутые сочетания я не знаю как это спросить то по чему как ты вот по честному смотри ну к еде подходит вино да это как бы общепризнанное и все такое да коктейли они правда подходят к еде да просто ну выбирая надо же какую-то канву выбирать ну то есть брать базовый продукт и точно там попив попробовав размышленную устаканить что к чему например если мы говорим про то что там вот виски и рыба никто не делает а почему ну например жирный палтус и какой-нибудь коктейль на виски виски немножко цитрусовых это классно читается при всем при этом если мы еще немножечко там сбрызнем ароматом виски палтус когда он практически готов кому-то с печи пары останутся дубильные вещества осядут на мясо палтуса да и тут тебе коктейль тоже с этими же ароматами но вот только так можно сделать интересную историю наверное имел ввиду что есть пэринги всевозможные да и люди зачастую готовят коктейли готовят еду они должны быть вместе на самом деле порознь и большая история нежели факт да ну вот вино это универсальная штука ты красное вино этого покоя их тому блюдо и к тому и к тому и к тому не скажу я вначале но например белого белая рыба или к морепродуктам интересное что она имеет место быть это круто на самом деле или розовое к мясу и просто розовый мясо это универсальная штука розовое можно к этому мясу к этому мясу к такому а коктейль получается он нужен к определенному блюду абсолютно узко да это так конечно ты не можешь универсально применять там коктейльную тему только вот четко это еда этот коктейль мы он сколько мы мудрили насчет устрицы мы до переделали на неделе три чтобы кость закрыл глаза съел получил в раковине из-под устрицы что-то устрицы там не было но он ест я осознает что это устрица закрыл глаза модифицирует ее в разных структурах текстурах так далее виталик под эту историю тоже подбивал коктейли это было сложное но интересно но конечно коктейль который он сделает для устрицы явно не подойдет следующему блюду ну просто он вообще ничего больше не подойдет в этом и сложность пэрингов то есть ты должен так погрузиться вот в этот момент все прям было четко привет друзья это подкаст радио буфет здесь павел иванов павел малых и золотой состав и сегодня мы пьем белое армянское в компании виталия и кименко здрату ты привет виталий кименко приехал из москвы а в москву ты приехал из города омска то есть это все верно сибиряк собственно можно было раньше его позвать из омска то есть лет 7 назад если вы писали подкаст можно было бы съездить в омск записать дали подкаст ну давай вкратце историю вот вот приехал ты из омска давно мы тебя давно мы тебя ждали я даже не знал факт этой биографии твой ну что ты собственно земеля начиналось очень просто закончил институт посмотрел на диплом пять лет стремлений за одной бумажки на кого учился это я менеджер социально-культурной досуговой деятельности это вкратце да 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 специальности работаешь практически я не знаю для самых маленьких наверное наших слушателей кто ну совсем там в танке виталий кименко это пока единственный но в россии человек который затащил world class два раза real madrid такой вот а world class это не хухры-мухры это наверное один из самых сложных олимпиада это него там-то по сути дела это задание одинаково придумать классный коптушку придумал хорошую легенду там то да сё просто он очень долгий его вытерпеть надо эти полгода сезон сейчас попроще все же вот эти вот то что поэтапно не как раньше 8 не когда они подряд ну по сути а это говоришь просто про есть год да я сказал что раньше было интереснее наоборот ты весь год учишься чему-то обучаешься здесь сейчас просто происходит ты прошел не прошел прошел не прошел а чё как вообще с конкурсами то пожалуй все завяжешь или все-таки нет как нибудь еще ты сейчас уже не надоело да я хочу попробоваться на ангастуру у меня там второе место хочу отбить назад класс то что не досталось все выиграть хочешь да нет смысл на самом деле не в том чтобы там выигрывать и говорить там кое-классное смысл просто поездках вот и все халявных вот это на самом деле что это на самом деле и правда такой нормальный я я благодаря конкурсам и компаниям уже объездил стран 10 при зарплате бармен ну сколько в Москве получают бармен ну 50-60 наверно это так хорошо ну да я чуть выше уже конечно ну понятно я имею ввиду у тебя там это на бабочка коэффициент 4 ресторана хорошее там заведение работаешь бармен наверное полтос где-то оттуда сжибаешь на самом деле в нормальном хорошем заведении средний достаток бармена в москве 8100 даже если это 8100 но типа там если все считать там наверно ты чаевые считаешь и все доход до доход ну я без чаевых в новосибирске нет чаевых обычно то есть москва это более европейзированный город там поэтому там как бы такая чаевые оставляют гораздо чаще чем у нас в сибири это абсолютно понятно почему так потому что в москве денег больше сложно вообще слетать куда-то либо постоянно на зарплату бармена наверно да абсолютно поэтому конкурсы классная штука можно полетать посмотреть не кажется ли тебе то есть то что сама вот это не только там касаемо конкурсов а сама индустрия очень сильно тормозится последнее время то есть везде одни и те же люди то есть был какой-то пик давай мы скажем так что это был просто слишком быстрый разгон мы стали открытой стороной именно для барной но барной индустрии слишком много информации потекло и поэтому какой-то произошел резкий скачок который должен был быть сейчас просто все конечно немного притормозилась потому что мы уже перестаем копировать что-то и забирать да и пытаться это привнести мы уже начинаем создавать свое это процесс уже такой более долгий трудоемки ну то есть я понимаю прекрасно там чего-то ведешь то есть да мы там уже встали на ноги уже там можем сами все делать я не к тому немножко то есть допустим если взять такой период там а-ля там с десятого до там тринадцатого года например да то есть но как раз возможно ты скажешь что это становление наверно тогда уже более-менее все стало где-то до десятого года наверно москвы уже уже открылись ну были соколовские бары только да и Кан, Бек, Соколов ну и Слава там что-то свое делал и Рома свое то есть они какие-то массовые вещи не несли ну вот индустрии не назовешь еще ну да это просто я бы сказал какая лица какая-то кучка людей наша индустрия это не то что пошел прочитал книгу оптопрофессионал она все-таки нарабатывается с годами но многие это до сих пор по молодости лет не знаю так думают мне кажется и другая сторона да это прекрасная вещь которая затормаживает у нас прогресс называется именно алкоголем который ускоряет и задармаживает все ну не знаю смотри между скажем так первым и вторым твоим ну небольшой промежуток чемпионством да был небольшой промежуток и ты как-то попал там короче в круговорот истории да 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 что произошло вообще не вот честно я не знаю мне на самом деле даже не интересно мне насрать мне интересно больше другое а что потом то было на следующий день ну то есть о чем-то трубит народ ну то есть непонятно ну то есть в наш век интернета и все это же действительно этого могло и на самом деле там и не быть ты под ударом мощнейшим вот и и чё чё происходит как вообще там как как на это что реагировали там как что плохого что может быть хорошего произошло как это по тебе вообще мочкануло я скажу так что есть и хорошие и плохие стороны всех этих событий как минимум хайбанул то неплохо да плохой пиар тоже пиар скажем так ну это дало мне возможность наверное пересмотреть полностью свою жизнь свое отношение ко всему и полгода разбирался по кусочкам потом собирал обратно и достаточно ну наверное такая ситуация в жизни дает очень сильный толчок для всего вообще для для будущего и хорошо что она произошла наверное в ком-то молодом возрасте когда ты еще в состоянии перестроиться и изменишь и и Продолжение следует... 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 О, все расплодилось. Вот здесь мы раньше устраивали безбашенные вечеринки, подгоняли пару машин, врубали музыку, покупали коньяк в 5-литровой канистре, пили его с колой, устраивали гонки на маленьких машинках, крутили огонь. Я кидал бутылки. Мы там, и, короче, смысл в чем это? Это начало микрорайона, все ехали с работы, когда останавливались возле нас, мы там собирали порой до 40 человек, до 50, то есть такая прям движуха была. Что, а 40 знакомых, что ли? А? Знакомых? Ну да, 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 все считают. Иду, такие, о, парни, привет, пошли себе пивчика купили, рядом тусят. А вот и угол моего дома. Который? Погнали. Здравствуйте. Домой человек приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поднося к тому, что сын ваш бармен. Нормально отношусь. Ну, там, по-вашему, такая настоящая профессия или временная такая? Вы знаете, я считаю, настоящая профессия та, если человеку нравится, а ему его работа нравится. Это редко, кому выпадает в жизнь такое счастье, что с удовольствием ходит на работу. Таких людей у нас мало. Да, прямо заметно, что ему нравится. Что, я ошибаюсь? Ему не нравится? Почему нравится? Меня работа заставляет. А ты здесь где-то работа в бар? Да. В бармана наша? Да. Но сейчас же не работает для заведения. Закрылась. Что, пойдем гулять? Пойдем. Мы брали квартиру и делали ее с нуля. Вдвоем, втроем. Та-ра-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Ну, сколько на пятачке было драк? Здесь? Вот здесь. Здесь? Да, там пивнушечка снизилась. Что случилось? Что, в Дростке город? В Сибирь же, че-то. Ну, что Сибирь? Ну, не знаю, мне кажется, я стабильно раз в две недели дрался точно. Ну, а какого года? Обычно по пятницам, обычно пьяный. Как называется микрорайон? Да, 12-й микрорайон. Как тут вообще в Омске встречи с незнакомцами проходят? Из какого микрорайона? Ну, сейчас же я не знаю, как здесь живут. Раньше там было такое, что тысячи район на район. Там 11-й на 12-й. Там 10-й впрягался за 11-й, потом иногда впрягался за 12-й. Стрелка ходила, прям толпой шли с района на другой район. Там окружались в других дворов, заходили. Где? Ну, где-нибудь, наверное, в любом дворе бывало. А 11-й где? Через дорогу там. Можем пойти туда. Там будет школа, в которой я когда-то учился 3 года. Можем быть и так. Это Бродвей называется. Пойдем по Бродвей. Центральная улица. Вот это центральная улица? Да. Но название-то есть вообще официальное? Бродвей. А официальное? Вот это официальное. Официальное пацанское название. Бродвей. Здесь есть что-нибудь? Там какие-нибудь усилительные заведения? Там немножко. Я вот не знаю. Но раньше была кафе «Рина» знаменитая на весь район. Что там было? Пиво, драка. Как обычно. Классический стандартный набор. Не-не-не. Короткие меню в кафе говорят. Пиво, драка. Ну а как? Пиво, драка, да. Орешки еще бывают. Орешки, кухоль. Иногда из-за орешек драка. Блин, а что мы поем не по грязи? По орешкам не по-пацански. А дискотеки где были? Клубы? Ну, клубы. В центре, но сейчас почти все клубы закрылись. На музее, не случайно. Не-не. На районе школьные дискотеки были. Это знаешь, там типа, ну... Тут еще как раз таки, там получается, две школы граничат друг с другом. Одна типа, это гимназия, а другая для всех остальных. Поэтому все время были контры у 140-ой с 36-ой. Но при этом, да, там, то, как дружили, там, открывали окна на дискотеку, где они через крышу залазили там. Водку передавали. Классика. Вот так вот. Почему продвейцы здесь гуляли, что ли? Ну, главная улица. Ну, да, вот. Ну, это же даже не улица, а переул. Ну, вообще, улица, которая идет вдоль почти всего микроваян. А здесь типа, типа, магазинный... Да, это типа, центральный магазинный. Вот, вот там раньше были игровые. Контер-страйк там. А там вот что за этой дорогой? Там гаражи и аэропорт идет. А, вот там аэропорт? Да. Да. Вижу, тут вместо Ирины появились всякие разные вон эти бирхаусы. Да-да-да, здесь везде, на каждом углу сейчас. Этих районов. Города России похожие. Ну, да. Ребята, пошел ливень. Достань бирхаус, пожалуйста. О-о-о-о. Достань бирхаус, пожалуйста. Не, не очень хорошо, я скажу вам. Можно пойти куда-нибудь там до подъезда и туда вызвать такси просто. Бирхаус. Пассажир, нет? Пассажир. Пассажир. Пойдем, да, в бирхаус зайдем. Пойдем. 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 Омское лето. Из омской жизни начало двухтысячных через строительно-отделочные работы к карьере успешного московского бармена. Вполне естественный жизненный путь в постсоветском обществе, внезапно перешедшем в постиндустриальное. Бармен не может стать звездой уровня шеф-повара, потому что люди делают себе коктейли не так часто, как готовят себе еду. Но бармен не может не быть звездой. Это типичная постиндустриальная профессия, в которой так много от актерства и искусства самопрезентации. В советское время выдающихся людей выносили на доску почета. Сейчас ты выносишь себя на доску почета сам. И стремишься доказать, что твоя доска почета самая главная. Что в Солнском и так будет? Что здесь делать? Заботать? Жить? Не знаю. Я хотел путешествовать. Я не знаю, кто видит себя здесь. Я здесь абсолютно не видел. Я не знаю, чем я здесь занимаюсь. Чем занимается твой на курсе? Специалист по массовым мероприятиям? На самом деле половина в Москве. Работает по специальности. Помогами? Ну, организаторами мероприятий, каких-то ивентов и прочее, прочее. Какие-то концерты делают. О, другая половина замуж вышла. То есть, подожди, мужики уехали, а… Да нет, на самом деле у нас парней там было не так уж много. Почему занимаются твои друзья, которые в Москве ходят? Один работает на зоне. То есть, по-моему, ты так говоришь о зоне, как будто это одно из градообразующих предприятий. Здесь сколько, три или четыре зоны. В самом городе? Да. Вот. Один по отделке работает. Другой деревом торгует. Один что-то вроде слесаря или такое, что-то… Все уже до чего-то там доросли, поэтому… Будет встреча, обновление информации. Сегодня? Ну, может быть, сегодня. Сегодня, завтра, послезавтра. А заводы-то? Здесь же заводов, по-моему, много, нет? Да, все позакрывались. Здесь же там танковые заводы же есть, да? Да, здесь танковое училище есть. Ага. Оно, причем, лучше в стране. Вот, причем, что в танковом училище здесь учатся с других стран, там, типа… Ну, например, у меня был друг Айман. Он сын генерала Йемена. И они покупали танки в России. И вот все страны, которые покупают танки в России, их присылают в Омск обучаться, короче. Вот так я увидел первых негров в своей жизни. Ну, гемецы не негры, а роботы. Не-не-не-не, там и негры учатся тоже. Ну, на самом деле, кто чем занимается? Кто на что способен? Кто машины ремонтирует? Кто еще что-то? Ну, все равно, для меня это же скучная жизнь. Меня всегда тянуло к каким-то приключениям, путешествиям. Я, в принципе, и в детстве, да, там читал детективы, романы какие-то в путешествиях, рыцарские истории. А там прогулочный корабль, что ли? Да, на катере можно. Я помню, раньше, когда мы были маленькие, мы даже на катере ездили на дачу. То есть не на автобусе, а типа до центра добираешься, садишься здесь и на катере там… На таком или на подводных крыльях? Ну, он такой, типа, как прогулочный. Ну, раньше, вообще прям, на самом деле, когда я был маленький, в Омске… Омск вообще был процветающий город очень. То есть он сейчас почему-то загибается, к сожалению. А раньше это был, ну, блин, знаешь, как вот показывали, да, там, в Советском Союзе вот эти вот цветущие города, все счастливы ходят. Вот, ну, наверное, какое-то такое у меня воспоминание с детства о нем. И речной транспорт использовали очень активно. А сейчас все это загнулось, как бы, к сожалению. Да. Хороший класс в Омске делают. Да. Догонник. Жажду утоляет. Хотя чем-то напоминает бабушкин класс, на самом деле. Немножко терпкий такой класс. С горчинкой. Грязная, грязная иртышка. Врубленная. Врубленная. Причем, да, как видно, разницу между водой по цвету. Ну, сейчас уже Омск стало поспоконнее. Раньше постоянно воронки были большие такие. Да? Да. Очень много людей затянуло. Врубленная. 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 А теперь он называется Таверна 2017. В следующем году, наверное, изменит свое название. Ну, а кафе 2018. Может быть, когда-нибудь дорастет до ресторана 2020. 2020, да? Да. Ну, да, пожалуйста. Пойдем дальше. Дальше. Аленка. Кокорина. Дай привет мужу Ивану. Люблю тебя, тебе тоже хватит. Спускаемся? Да. А ты в Питере только вот там вот в Лосево работал? Ну, да. А в баре не работал? Ну, я не нашел, меня без опыта не брали нигде, без нормального Питерского опыта В Питере не брали без опыта Там же бармар, да хрена Или это было тогда, когда еще не было Ну это был 2011 год 2010 И поехал в Москву Ну я вернулся в Омск Пожил тут полгодика Понял, что Блин, нет Все-таки надо Увалить И свалил Ну там такая ситуация была Я был молод, приехал с Питера с деньгами Прокутил все Занял, прокутил В итоге У меня был папин подарок УАЗ тентовый Я продал его за 15 тысяч рублей И с 15 тысячами рублями Я ворвался в Москву И вот ты прилетел Ну да, я Через там знакомого Знакомого Пробился на стажировку Во Фрибарк Дмитрию Соколову Но поскольку у Дмитрия Соколова Нету финансирования И приходился работать еще в другом баре То есть по сути я там Днем работал, ночью стажировался Днем обратно возвращался на работу То есть порой работал полтора суток Чем отличался работа от стажировки В смысле работы? Ну я работал прям вообще Ну не в супер баре То есть там ланчи, пивко и прочее Прочее Вот назывался Находился он Мне кажется по сей день Находится на белорусской Прогноз погоды называется Это был мой первый бар В Москве, можно сказать Вот И плюс, да Стажировался у Соколова В перерывах Между работой Изучал литературу Потом был успешно уволен Я был стажером И почему-то я неправильно принял И недопринял ящик бурбона Вот Меня уволил оттуда Бармен Со словами Братан, это не твое Гурив Я бы на этом месте завязал Я такой, окей Ну и потом, собственно Когда я выиграл воркласс Я приехал в ЕКБ И увидел этого барменеджера У меня на мастер-классе Сказал Братан, это не мое Вот А потом, собственно Очень долго мыкался Тыкался Сидел без работы Мы там Прошли же Блин, выходили куда-то Там какие-то мелочи Собирали Чаевые В долги залазил Ну то есть Когда казалось Что я там должен Другу 60 тысяч рублей За все это время Мне казались Такие-то обоснословные деньги Я думал Вот Это меня и останавливало Возвращаться домой Потому что я думал Если я вернусь в Омск Я эти 60 тысяч Вообще буду год отдавать И потом просто В какой-то момент Я переписывался С подругой Которой Жила в Новосибирске И у нее был парень Он арт-директор Клуба кого-то был И он там знал Ребята из Барменской ассоциации Все Направил меня туда К ним Я созвонился Они подкидывали мне Подработку какую-то Ну и Собственно Работу я там Попробовал Там-там-там И потом попал Как раз таки На собеседование К милостю И собственно Так я и очутился В Менделееве Ну а дальше уже Понеслось Я-я-я Слушай, а мы идем К набережной По Ленина А, вы на водниках? Вы на чем садитесь? На тачку? Даже может До Атлантиды доехать И мы где-нибудь внизу Напротив Атлантиды Будем ждать тебя Что родители твои говорили Когда ты начал работать Бармен Сынок На хрен тебе это надо Я сказал Хочу Ну, знаешь Что такая история была Что Я же начал работать Когда учился в универе Но родители Никогда не переживали За мое обучение Потому что Я даже в школе Меня никогда не контролировали Я всегда До 9 класса Я вообще был круглый отличник В 11 классе У меня там уже было Три тройки Но Я всегда исправно учился Я сяднулся к знаниям Мне нравилось там читать Изучать что-то Ну и в университете Наверное последние 2 года Я из-за работы Вообще не появлялся Ну не только из-за работы Просто из-за тусовок Гулянок и прочее Но всегда все сдавал Вовремя Без висяков Поэтому Каких-то вопросов таких не было Что я делаю Чем я занимаюсь Ну и как бы все равно Да, мальчик Вопросов меньше И потом уже Когда я поехал Работать барменом Мне Ну знаешь Скептизчики Так к этому отнеслись Типа Что ты делаешь? Я такой Я хочу путешествовать Ну собственно Вот и все И наверное Родители были уверены Что я всегда был Целеустремленный И к чему-то Я сам допреду Потому что Поначалу Когда я уезжал Я говорил Ну начну работать Барменом А там Как получится Ну а потом Мама была безумно рада Мне кажется Когда произошел Первый выигрыш Ну это круто Мне кажется Твой сын Чемпион России Мне было Приятно Сообщить об этом Это улица Чеханова Лиханова Она была Раньше Очень значимой Для молодежи Здесь раньше Тусовались Всякие Панки Рэперы Короче да Все что неформачено Да Местный Арбат На самом деле Чеханова Лиханова ЧВ Сейчас Вот как-то не знаю Вот А это такой Знаменитый островочек Это остров? Так нет Стой Вон он Островочек Он называется Банан Туда всегда Летом Все Заплывают На лодках Ну и собственно Отдыхают Шашлыки И всякая Прочая история Братан Поздравляю Всем привет Это передача Омские гопники Братан Мой Покрасился что ли Конечно У меня жуновый Ставил Братан Взросление Это Саша и Тёма Друзья Виталика О которых он рассказывал Три человека Одного поколения И это мини-сред Современной России Бармен Сотрудник Исправительного Учреждения И мастер Отделочных работ Потом к нам Присоединится Еще один друг Виталика Рустам Вы его Скоро увидите Виталий 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 В школе вместе с ним соединились. У нас была такая бурная история, мы как-то раз просто один двор с другим двором как-то на одной площадке в одной какой-то левой школе соединились. Начали там пить, бухать, тоси-боси, там сознакомились, кто-то где-то туда пошел, кто-то сюда. Мы с Виталькой начали мутить свои темки, кто-то свои темки там. И там началась движуха. Как-то вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и понеслась. Не, ну конечно камеру всего не расскажешь. Да, но Виталька старайтесь иметь человек. Да, мы с одного микрорайона, да. Да, с 12 микрорайона, мы с одного микрорайона, да. Вот у нас есть двор, в котором мы выросли. Виталька не из нашего двора. У нас тринажка так называется. Дмитриева 13 у нас. Тринажка. Вот там в один прекрасный момент упало, короче, до того, как мы появились, там радиация была жесткая. Да, да. И после этого, когда люди там очень много начинают находиться, с ума сходили. Вот. Юмор у них очень, так сказать, развивался хорошо, да. И все, все вот эти толпы, как бы, так сказать, изумруды выросли тех вот людей, которые, так сказать, ну, веселые, озорные, да, неугрюмые. Как это происходило? Движуха какая была, что ли? Да. Да, как обычно это все происходило. Просто у нас, у нас там был свой стол. Каждый вечер стабильно собиралось около где-то минимум 15 человек. Вот, у нас была гитара, у нас были всякие приколюхи, были фаер-шоу, были, у нас был друг пит-стоп, который приезжал постоянно на разных тачках крутых, короче, там, на всяких багах, там, там, утиле, там. Ну, там был трэш реально постоянно. Сборище всегда проходило после десяти. Нас все ненавидели. Потому что это было все, пол, всегда... Очень громко. Очень, было очень громко, да, и очень физкультурно. Может, я это слишком сладко рассказываю? У нас было детство. Устам, скажи, как ты с Виталиком познакомился? Это был восьмой класс. Сегодня даже вспоминали. Одноклассники? Да, Виталька пришел в наш класс. У нас был восьмой Д. Мы с ним нашли тогда бы... Крутое время было. По поводу чего? А, Виталька всегда ржал над моим весом. Я был очень толстый. Да ладно? Да. Я был восемьдесят пять, сейчас я семьдесят пять, скидывал до пятьдесят девять. Ну, когда он восьмиклассник, ему восемьдесят пять? Да. Вот. Мы с Виталькой всегда в Алюминии хорошо общались, ведь, фу, и... Это тот человек, а один из немногих, с которым я поддерживаю отношения уже в лет... Сколько прошло? В лет пятнадцать класс. Ну, лет пятнадцать. То есть это Лакман, это Тёма, это Шурик, это Данила, это Виталь. Все. Больше таких нету. Держите, вы одноклассники? Да. Эти люди не... Нет, они с компанией. Они с одного района. С одного района. С сережкой мы одноклассники. Ага. Как соединилось это в одну компанию? У нас были общие интересы. Пухнуть, повеселить, повеселить, поиграть на гитаре. Мы собирались. Кстати, кто не знает, Виталья на гитаре еще играет. Да ладно, да. Я занимался классическим гитарами. Но больше по музыке у нас летит Сергей. Сергей играет на всех инструментах. Мультиинструменталист. А песню, которую он сочинил на выпускной, мы все в Виталии. Я отсоединюсь, я все-таки, да? Мы, короче, были в университете у Виталия на выпускном, ОМЮИ. И Омская юридическая академия, короче, ну, *** еще так, вообще. Ну, вообще отлично гульнули. Ты, ***, ты еще и снимаешь. Виталя всегда был нормальным пацаном. Когда он пришел в восьмом классе, мы, в общем, ну, кто у нас конфликт случился, мы ***. Ну, мы его зарешали, вот, буквально в этот же день, потому что, ну, одноклассники, почему бы, блин, что за ***? Ага. Пацаны нормальные, с одного района. А ты жил там же? Да, я до сих пор там живу. Короче, был такой момент, у него был королевский пудель, Тутти звали. У Виталика был королевский пудель? Да. Ну, у родителей, да. И, в общем, сбила ее машина. Я помню Виталькину куртку, которая была в крови, потому что во дворе сбили. То есть, он ее несет, как бы, ну, эмоциональный, конечно, момент, но это прям было мощно, что ему было ***, что, какая там куртка, что там я замараюсь. Ну, вроде, собака я собака, да? Наверное, тогда я понял Виталию, что он не пожалел свою куртку, потому что ее Лакман как-то бабочка была, это Леха Лакман. Ну, это Алексей Лакман, это друг Виталия. Лакман как-то, короче, мы стояли, курили после школы, это 8-9 класс, 9 по-моему. И Леха такой крутит эту бабочку, ну, как, туда-сюда, и Витальке так, прямо в эту куртку. Ну, братан, ты живу, у тебя ничего там не текрет. Да нет, это нормально. Зашили, и все было вообще, все пучики-пуки. Вот, это было отлично. Мне исполнялось 15 лет, мы купили, короче, я купил полторашку пива на четверых. Стояли я, Виталия Лакман и Ванька Воробьев. Ванька Воробьев слился, он сейчас в секте православной, где-то в Самаре. Вот. Мы стояли в четвером, Виталия мне подарок подарил. И что так? Стесняется. Братан, у меня для тебя подарок. Бумажка скомканная, я открываю, а там клиника для похудания. Это было классно, но нам полторашки, кстати, хватило. Вернуть бы те времена, когда хватает полторашки пива. Да, даже коктейли как бы не действуют. Но коктейли вкусные. Сегодня поднимал этот вопрос, когда Виталия просто крутил эти... Шейкеры. Да, шейкеры ученические, которые... И у него выпадали из рук, а сегодня он... У него не выпадали, а... У него выпадали, выпадали. Раньше. Да, раньше выпадали. А сегодня он... Ага, ага. Чурус тебе, чу как замутить. Еще разговаривал, да? Да, и он так кидает, короче, он делает... 720 градусов переворот, это шейкеры, и просто в руку к нему прилетает. Это жоп. Черт поделать, просто человек пришел в своей мечте. Никогда бы не подумал, что Виталий станет именно барменом, и именно добьется этого. Потому что это с виду казалось не серьезно, а именно когда он пошел официантом. Да черт подери, в Омске их официантов называют кони. Кони? Да. Это как ТФК, московский, короче. В Омске официантов реально называют кони. Он тогда в Рубеле работал, а потом что-то понравилось ему, решил барменом стать. И реально получилось. Просто мы собирались в нашем дворе, курили, выпивали, там, гитары и так далее. А он крутил свои вот эти вот штуки, они выпадали. Он тогда крутил уже? Да, он уже тогда пытался крутить. Вот. И, как говорится, терпение отрут, все перетрут. И это было потрясно. Кем ты представлял вот ваш компанию? Кем ты представлял своих друзей будущих? Ну, во-первых, себя. Кем ты представлял? Ну, я себя представлял, короче, третьим мужем Анжелина Джоли. Ну, там Брэд Фитт появился. Она иногда мне написывает, но развелись, тем более, она... Не знаю, я столько детей не потяну. Я, короче, Виталий представлял, что он переезд в Москву. Он всегда говорил, что я хочу открыть свой бар, там, и так далее. Я верил, что он откроет свой бар, а вот именно, что он в барменское мастерство опустится. Ну, не то, что у меня были какие-то сомнения, или как бы я ржал вот этим. Никогда не ржу над амбициями своих друзей. Даже если они очень смешные, да? Да, ну, допустим, Шурик. Ну, кстати, у Шурика свой бизнес, он участник, на себя работает. И, как бы, очень хорошо для Омска имеет по работе, по деньгам. Вот. Я, как бы, ну, не думал, что это дойдет до такого, что прям чемпионаты мира. А чемпионом России, может быть, мог бы его и представить, но с какой-то натяжкой. Но это, блядь, круто, как это... Как жизнь нам это вертит, и так далее. Вот. Когда, короче, мы собирались толпой, ну, то есть, это, типа, Ваня, Даша, и мы с тобой. Вот. Мы не обсуждали, что будет потом, какие вместе вершины возьмем. Короче, смотри, как у нас было принято в Тренахе еще, что мы не задавали никогда лишних вопросов друг другу. То есть, я к нему расскажу... Ну, я не подходил к Виталию и говорил, я руководителем подразделения буду. И Виталий ко мне не подходил, и не говорил, что, типа, я буду самый лучший в мире чемпион. И Леха Лакман не подходил, а я буду в Москве самый крутой гондон. Это вырежешь. И Шурик не говорил, что я буду заниматься стройкой. И Тема Базель не говорил, я не буду вертухаем на ИК, исправительная колония, стройка. Кстати, под номером три он работал. Мы никогда не задавали друг другу лишние вопросы эти, потому что, ну, мы, по сути, вместе росли с того момента, как были дети. Мы орем и отдыхаем вместе. Мы, друзья, не на сто процентов, а на двести. Субтитры сделал DimaTorzok Добрейший вечерочек. 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 Добрейший вам вечерочек. И вот российский финал Диаджо Резерв Голл-класс 2017. Последний вечер Виталия в статусе чемпиона. Перед объявлением победителя финалисты угощают всех лучшими Кто же из них победит? Он? 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 Или может быть он? Максим Глуздышкевич через пару месяцев отправится в Мексико на мировой финал Там он выступит достойно, но, увы, не войдет в десятку лучших Зато впереди у него целый год путешествий И не по России, как у Виталика, а по Европе И целый год ощущения себя чемпионом Life's easy and I don't even seem to try My round visas giving me a green to fly I see you peeping, sly when I'm creeping by Чувствуешь все свои стихи, отделка, да? Наконец-то, да, да Когда забыла, это моя жизнь Ну и что, почему рутсы? Ну, собственно, смотри, да Рутсы такие корни, мы на них смотрим и в прямом переносном смысле В одном направлении у нас здесь будет такое комплексное заведение У нас здесь будет закусочное бестро У нас здесь будет бар, у нас здесь будет вкусная кухня, будут веселые вечеринки Собственно, да, как сейчас уже принято, да, какой-то такой микс хорошего продукта Вот, если говорить о закусочной, то там мы смотрим, я со своей стороны, да, с бара смотрю на корни в переносном смысле какие-то русские продукты, русские ингредиенты Там морс, квас, кисель, потому что все привыкли, да, там пить какую-то черно-смородину кисель, но почему никто не делает кисель из манго или из ананаса Почему не смешиваем традиции? Интересно, почему? Не знаю, на самом деле я попробовал, это безумно вкусно А водка? Водка будет Водка уже мы спускаемся вниз, здесь мы уже раскрываем концепцию корней, да, русских, также в переносном смысле имеется в виду какие-то уклон коктейли на водке И в прямом смысле мы всегда используем каких-то большого количества корней разнообразных, корнеплодов Настойки? Наших напитков Ну а в настойках, в напитках будем производить свои какие-то ликеры, битеры А ты сейчас теперь здесь кто? А чем отличается это от предыдущих, точнее, твоей теперешней еще? Ну там я больше работаю, да, как, наверное, шеф бармен, а здесь я уже, как управляющий партнер А чем отличается? То есть ты же и кухней руляешь, что ли? Я рулю здесь всем Всем? Да, так же, как и все ребята, мы здесь просто собрались одной командой и, собственно, делаем Пока у нас здесь пусто, грязно, завалено, но скоро здесь будет вводиться магия коктейлей. Будем делать разнообразные вещи, такие как пушка. Это когда у тебя коктейль прям разрывается во рту, и он прям доволен. Не будем делать такие коктейли, как «За**ть вода», потому что просто для нас это означает, что коктейль слишком перенасыщен водой, слишком большая долюция, он не может выходить в зал гостям. Всегда как водянистый коктейль. Да-да-да, или, например, коктейль «Волосы». Знаешь, когда ты так пьешь и думаешь, что что-то одно лишнее такое, знаешь, как вот волос в стакане. Вот, но, собственно, зато будут обязательно кожи. Кожа? Кожа – это, да, это такая нежная, бархатистая история, когда просто девочки пищат. Мне приятно, сегодня я вам покажу, как делать коктейль-гранатовый браслет. Он у нас случился, и для начала задавали у нас жизнь на «За**ть крокотэль». Вот, но если роман на «За**ть крокотэль», то мы должны быть подпишаться, и для начала задавали у нас жизнь на «За**ть крокотэль». И для начала задавали у нас жизнь на «За**ть крокотэль», то мы должны быть подпишаться, и для начала задавали у нас жизнь на «За**ть крокотэль». И для начала задавали у нас жизнь на «За**ть крокотэль».